Получение дальневосточного гектара на территории Забайкалья набирает популярность. Уже сейчас подано 620 заявок, 537 из них на территории Читинского района. 80% участков приходится как раз на поселок Смоленко и земли, находящиеся рядом. До города недалеко и природа живописная, вот только сам район пока не готов к такому огромному приросту населения. Недавно возведенные микрорайоны Добротный и Благодатный создали проблему нехватки места в детских садах и единственной школе. На сегодняшний момент у нас самая большая очередь в Читинском районе, это больше 400 детей стоят в очереди. Два сада по 75 мест, это те, которые посещают детский сад. И опять повторю, что очередь 400, это те, кто не попал в детские сады. Школа рассчитана на 275 мест, посещают ее 804 человека. На сегодняшний день не считая тех, кто ездит в город, очень многие возят детей в город. К Захарову ездили, КЭПову ездили, то есть где-то в течение 5 лет мы уже работаем. Пишем обращения в разные структуры, на все уровни государственной власти. Запланированное строительство еще одной школы на 250 мест до дела так и не дошло. Александр Осипов и Федор Кургускин посетили место, на котором собираются возводить это учебное заведение. Созданный проект новой школы спроектирован неграмотно. Не продуманы многие детали, такие как отопление, близость к проезжей части, отсутствие водоснабжения и канализации. Затягиваются сроки, теряются выделенные деньги. Александр Осипов поручил разобраться с исполнителями, отказаться от недобросовестной работы, чтобы не срывать строительство в дальнейшем. Где какие действия не были совершены, где было какое-то бездействие, в общем-то все, что связано со срывом столь важных для нас объектов, надо, соответственно, обратиться и всех призвать к ответу за это. Но для меня сейчас не это главное, я думаю, что для всех, для нас не это главное. А ключевым является, как сегодня сделать проектно-осметную документацию на этих ли площадках, либо на иных, как можно быстрее, с тем, чтобы мы начали строить эти объекты. Как завершить те объекты, которые приостановились, заснули, не реализуются сейчас. Временно исполняющий обязанности главы Читинского района записал все обращения, касающиеся жизни в поселке. Администрация обещает в срочном порядке решить самые острые. Вопросы настолько разнообразные, начиная от состояния дорог, которые мы прогридировали после дождя буквально недавно, но с таким покрытием, конечно, понимаю, на момент заасфальтировать там это нереально, но работать с дорогами надо, водоотвод, по крайней мере, делать там, где явно размывает. Также жилищные условия, невозможность получить земельный участок здесь, хотя при этом строительство ведется, а местные жители не могут получить. Федор Кургускин за четыре проведенных дня в кресле главы уже почти вжился в новую роль и готов заменить часть коллектива. За это время он успел увидеть, что некоторые сотрудников не решают проблемы людей. Такой халатности, по его мнению, быть в администрации не должно.